Всем привет, дорогие друзья! Сегодня мы находимся на пляже Клеопатрии И самое главное, мы пришли в турфирму Тиврона Чтобы показать вам, какие туры есть в Алане А самое главное, сколько они стоят Сейчас мы пройдем в офис к ребятам, которые находятся на Клеопатрии Вот с той стороны находится магазин Migros С этой стороны находится Балык-отель Балык-отель, который называется Балык И если пройти прямо вглубь, то вы попадете в офис компании Тиврона Турс Давайте сейчас пройдем, посмотрим, по чем туры, какие туры они предлагают Сказал, не снимайте, вы не все равно что А мы вас на турфирме видели Да, спасибо А, известный человек Спасибо Друзья, Сулейман Бэй один из владельцев компании И сейчас он расскажет нам, точнее не он, один из его работников Расскажет нам про туры, но самое главное У нас для вас есть сюрприз Сулейман Бэй Сулейман Бэй, если вы придете и скажете пароль, шифры, анастасия шоу, то всем вам будет скидка на туре 20% Кемаль Бэй Кемаль Бэй чуть позже нам расскажет про туры и про цены на туры И когда вы приходите, сразу обращайтесь к Кемалю и говорите, мы от анастасии нам скидку 20% Сегодня про диалогенство мы познакомлюсь с Викой и Димой Они из Германии Как я уже слышала, отдыхаю здесь пятый раз Как вам Алания, нравится? Алания нравится? Итак, вы не приехали еще раз Что больше всего нравится? Вот прям больше всего Атмосфера, любви Мы из Москвы А зовут вас как? Михаил и Екатерина Екатерина В какой раз вы уже в Алании? Мы первый раз приехали в Турцию посмотреть, выбирать Рассказали, что очень красивый город В принципе, очень приятный, достаточно небольшой Сегодня часть города уже обошли пешком Посетили крепость Очень большая крепость Были не в одной стране Несколько городов посетили Ну, помимо Турции Но крепость достаточно большая Вы на Канатке поднимались? Да, поднимались на Канатке Очень удобно, очень там Еще на каких экскурсиях были? Пока на экскурсиях не были Вот как раз обошли несколько экскурсионных агенций Пока гуляли на город Но все-таки остановились на агентстве Более приемлемые цены И очень приятный персонал Куда поедете? Мы хотим выбрать Джип Сафари экскурсию Которую занимает И Демри Керку Очень интересная экскурсия Которую можно посетить сразу Планируем еще раз, наверное, приехать Чтобы уже остальные достопримечательности посмотреть Которые далеко отсюда То есть вы в Турции вообще не были? Нет, первый раз Второй день Ездите в Стамбул Обалдеть Это будущий раз Стамбул немножко отсюда неудобно Допираться все-таки Да, долететь нам Дорогие друзья Еще хочу познакомить вас с партнерами этой компании Их зовут одинаково Сулейман И Сулейман Какой сенедине работаете? То есть 30 год назад Олег Раппорт И отчет Мы видим новый фондов, мы видим наши работы. Мы нашли old wir нашу субъективность. Мы зvos остаемся сюда. И ваш офис! Да, офис! Город здесь завтра. Мы уже ещё раз пожалили. Встреч Many у нас таких субъективно много тонов, которые мы видим, что еще появляем? Тверона! Тверона тоже, ваются, всего 두�ъем 100% больше нового фирма. Мы и тверд, анатолайlagen, анатолайс, которые находятся к Wha? Тверд, у них гнистерства!!! Италья, Кашки, Эмрес, Кападокия, Памуккания... Италья, Истанбулы, Исайя тур. Икалья. И конечно же, Турсап, Турсап. Продолжение следует... 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 А по Дели Камюн эта экскурсия длится с 9 до 4 часов, там отдельных платок тоже не будет, стоимостью 30 долларов. 30 долларов с 9 до 4 часов, и тоже входит в обед. Обед, там около фанта, например, что есть, это входит в стоимость. На каком хорошем русском он говорит, что даже с русским сленгом, что есть. Поэтому, друзья, приходите, не потеряйтесь точно. Что хотел сказать по Сападере. Буквально на днях на канале выйдет видео, как мы ездили в Сападере. И очень многие спрашивают, как туда добраться. Но туда своим ходом не добраться. Туда не ходят автобусы, туда не ездят. Поэтому, друзья, я знаю, что у вас возникнут сразу вопросы, как попасть в каньон Сападере. Поэтому, если у вас будут вопросы, сразу смотрите в описании под всеми видео. Я оставлю ссылку на эту туристическую компанию и WhatsApp обязательно, чтобы вы смогли связаться и задать все интересующие вас вопросы. 30 долларов в Сападере. И здесь я у вас еще увидела очень интересное. Это тур в Манавгат и Парагладинг. Тур в Манавгат. За счет Манавгата, да. За счет Манавгата у нас стоимость экскурсии 40 долларов. Угу. В Манавгат вы ездите в Грин Каньон? В Грин Каньон тоже это входит. В Грин Каньон и Манавгат это одна стоимость. Такая же. И посещает там водопады. Это также с утра до вечера там. Эта экскурсия длится. Также обед, кола, фанта, все это входит в стоимость. Русскоговорящий гид также все объясняет. И сколько стоит этот тур? 40. 40 долларов. 40 долларов. И парагладинг для экстремалов. Парашют. Парагладинг у нас стоимостью 65 долларов. 65? Да. Здесь они вылетают с горы. Это не то что на море. Это где-то с инструктором Месси. Примерно 20 минут у них летают. Полет длится. Да. И они летят с горы на пляж Клеопатра. Да. Фасад у них будет пляж Клеопатра. Стоимостью 65 долларов. Да, друзья, если хотите попробовать. Вы летали? Я летал. И как? Да. 2-3 раза летал. Это не то что на Ярте, которые там летают. 200 метров высота и 5-6 минут. А здесь уже придется 1200-1300 метров высота. Ничего себе. И примерно 20 минут. Страшно? А приземляешься жестко? Нет, мягко. Мягко. Прямо на пляж. Слушайте, здорово. Скажите, пожалуйста, какие у вас экскурсии самые популярные? Русскоязычные? Какие экскурсии больше всего предпочитают? Предпочитают? Ну, если кто в Аланье, например, приехал первый раз, я предлагаю посетить джип сафари и яхту. Потому что они увидят всю нашу природу Аланьи, всю нашу красоту Аланьи. Как там местные наши живут. Из моря и с гор. Из моря и с гор. Да. Кстати, это очень хорошая идея. Яхта и джип сафари. И вы сразу все увидите. Вы увидите всю красоту Аланьи. И как там наши местные живут, поселки посещаете, сады посещаете, апельсиновые, гранадовые. Всю нашу природу Аланьи вы увидите. Ну и, конечно же, турецкую баню нужно посетить обязательно. Это сперва, да. Как приезжать... А, кстати, вопросы задали некоторые подписчики. Сказали, что... Да, они сходили... Ну, обычно говорят, что перед тем, как идти на пляж, нужно сходить в турецкую баню. Да, пока они не загорели. Да, но после того, как они сходили в турецкую баню, у них загар стал ложиться неровно. То есть нужно подождать пару дней? Не пару дней, а хотя бы день. Хотя бы день. А не сразу идти на солнце? Да, да, да. Хотя бы день надо подождать, а потом уже уходить здесь и загорать. Угу. В общем, друзья, вот столько всяких разных туров очень... А, мы еще не поговорили про самое главное. Памуккале. Памуккале, да. Памуккале, да. Памуккале, да. Памуккале, я вам так скажу, друзья, отсюда, ну, это длится Салани. Двухдневный тур. Памуккале. Есть однодневная, есть и двухдневная. Угу. Здесь просто отсюда Салани, чуть далековато до нее ехать. Угу. Отсюда 450 километров. Но, предложу съездить, потому что стоит, там и красиво. Я сам с Памуккале. Я там и живу. В Памуккале, ну, соляные горы. Там бассейн Клеопатра, красная вода посещается. И сколько стоит тут? 150 долларов. На день? Да. А на два дня? На два дня 80 долларов. 80 долларов. А Каппадокия? Каппадокия у нас мы отправляем на два дня. 80 долларов. А три дня есть? Нет. Мы сейчас на двух дня. Только на два. Да. Ну, Каппадокию, конечно, это... И, конечно же, для тех, кто хочет, вы организуете полет на воздушном шее. Да. Сколько сейчас стоит полет на воздушном шее? 130 долларов. 130 долларов. Слушайте, цены хорошие у вас. 130 долларов очень, да. Это уже для, я думаю, что эти экскурсии уже для таких продвинутых туристов. Которые не первый раз. Да. И кто второй раз, уже третий раз приезжает, уже они вот хотят посетить маму Каппадокию. Поэтому, друзья, видите, сколько у них всяких разных классных экскурсий. Я здесь, кстати, уже 8 лет живу, но я не была, знаете, где я не была? Я не была на рафтинге. На рафтинге. Рафтинг у нас тоже экстремальный. Это рафтинг стоимостью 20 долларов. Это так же. Это с полдевятого длится до шести часов. Примерно 16-17 километров у вас будет проплыв. Да. 16-17 километров. Остановки купаетесь, там остановки, там обедаете, с горы прыгаете. Экстремальная. Ну, это здорово, да. И, кстати, многие подписчики на канале, не только молодые, но уже и в возрасте, они ездили именно на рафтинг. И они целый год вот вспоминают, как это было классно, круто. В общем, впечатлений, впечатлений очень много. Самых таких, самых незабываемых. Какие-то новые экскурсии вы планируете? Или это вот стандартный набор, который у вас есть каждый год? Ну, у нас еще за счет этих экскурсий у нас есть еще релакс-тур. Релакс-тур это у нас на яхте. Это, ну, молодежь тоже, кто хочет на яхте уходит. Там с дискотекой, с первой дискотекой туда. А у нас для женщин, например, для пожилых у нас есть релакс-тур. Они тоже на яхте. Без музыки они там уже отдыхают спокойно, в открытом море. Также вот им рыбу дают, кто хочет там рыбачий. Это называется релакс-тур. Стоимость это тоже 30 долларов. Там обед, пола-фанк, это все входит в стоимость. То есть в более такой спокойно. Да, более спокойно. Видите, тот, кто не хочет ездить на большой яхте, да, на огромной с музыкой, может... Да. Логаный релакс-тур, да. Да. Мы, например, ездим только вот на таких. Мы с большой музыкой, с сильной музыкой никогда нет. Да. Есть такие молодежи, кто хочет там с музыкой, с дискотекой, с бедной дискотекой. Да. Поэтому, друзья, обращайтесь к ребятам в эту компанию. Я надеюсь, что мы с вами тоже съездим куда-нибудь на рафтинг. Точно, точно я хочу на рафтинг. И цены, все контакты ребят будут в описании к этому видео. Цены, вся самая важная информация. Ну и, конечно же, обращайтесь к Кемалю. Он вам, если что, подскажет и поможет на чисто русском языке. Я надеюсь, что эта информация для вас была познавательной и интересной. И, конечно же, когда вы приезжаете в Аланию, обязательно ездите на экскурсии. Не сидите в отеле, а обязательно ездите на различные экскурсии. Цены, все, мы вам назвали. Поэтому, друзья, обязательно приходите в компанию Тевроно Турс. Мы с ними, с Айханом тоже поедем на какую-нибудь экскурсию. И, конечно же, расскажем наши впечатления. А на сегодня всем всего хорошего. Ставьте пальчики вверх. Подписывайтесь на наш канал. Всем всего хорошего. Пока-пока. Айхан сегодня у нас был оператором.